Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Час. И сегодня, прежде чем перейти к обзору, я хочу поздравить всех вас с праздником, с прекрасным, замечательным праздником, праздником души, праздником живота, с масленицей вас, дорогие друзья. А сейчас переходим к обзору на сегодня, 20 февраля. На экране у нас евро-доллар. Какие ожидания на сегодня? Вы видите, на открытии мы протестировали разворотную линию месяца и находимся между разворотной линией месяца и разворотной линией недели, чуть ниже разворотной линии дня. То есть, возможно, мы можем еще раз откатить сюда 31,90 и даже 31,58-60. Возможно, если мы закрепимся вот ниже, если нет, все-таки я думаю, что мы можем дойти сюда до этого уровня, до этой цели 32,65-70. Цель сюда пока не отработана, но это не означает, что мы должны прямо, скажем, тютелька в тютельку ее отработать. Мы можем чуть-чуть не дойти, мы можем наоборот даже ее пробить. Если же мы не пробьемся выше, не придем к этой цели, значит, мы можем двигаться сегодня вот в этом диапазоне. 32,40-45 и 31,55-60 вот так. Соответственно, пробой закреплений ниже приведет еще раз к тестированию границы месячного диапазона. Как видите, мы его протестировали тут еще раньше и оттолкнулись от него, пошли вверх и потом вернулись, еще раз протестировали. Но, скорее всего, вот, видите, от него мы поднялись, пришли, протестировали вот этот уровень, эту цель, вернулись назад к границе месячного диапазона, оттолкнулись от него и, возможно, мы все-таки будем двигаться вверх. Вверх у нас там гораздо выше есть цель, но об этом потом. Далее, фунт, доллар. Какие у нас ожидания по фунту доллара? Ну, видите, тоже тестировали границу месячного диапазона, возможно, мы от нее оттолкнулись все-таки, не вошли, потому что она находится, вторая нижняя граница внизу, но мы не вошли в канал, видите, оттолкнулись и пошли вверх. Мы идем тестировать разворотную линию месяца. Вот 59.40 где-то вот сюда я ожидаю. Ну, прежде чем мы придем сюда, возможно, еще мы откатим сюда к разворотной линии недели. 58.40 и потом отсюда будем двигаться дальше на 59.40. Все возможно. Ну, а если пробой закреплений ниже 58.28, вот 58.30, значит, придем еще раз вернемся тестировать границу месячного диапазона. Ну, вот такие ожидания по фунту доллара. Доллар-франк. Доллар-франк, как вы видите, мы уже столько оттестируем границу месячного диапазона, оттолкнулись, пошли вверх и вернулись назад к этой границе. Сейчас пока что находимся тоже в этом диапазончике маленьком. Этот диапазон вот этот сформировался между одним каналом. Я всегда говорю, что у нас получается всегда два возможных канала, возможных диапазона движения. И вот эта вот граница получается между ними, вот между этими каналами. Один и второй, они оба слегка восходящие. Вот, соответственно, пробой закреплений придет еще раз, приведет еще раз к тестированию границы годового канала. Это 90, 74, 75. Если мы, сейчас вот самое важное, это 91, где-то 55. Самое важное ее. Пробьемся выше, значит, пойдем еще 91, 70. Ну, пока что вот этот район мы должны пробиться вверх, откатить, только протестировать, не углубляться сюда, чтобы пойти вверх, для похода вверх. Но, либо также для похода вниз пробиться вниз, вот сюда и закрепиться ниже. Но здесь, опять-таки, выступает еще один уровень, граница годового, возможно, годового канала. И посмотрим, пока что мы вот между этими целями балансируем. Ну, спокойно можно от одной цели к другой, от одной к другой. Пробили закрепление, то есть велика вероятность 99,9%, что вот мы будем, как сказать, тестировать. Мы будем тестировать и один, и другой уровень. Если оттолкнулись оттуда, значит, мы обязательно придем там к одному из этих уровней. То есть можно работать. Далее у нас доллар и иена. Доллар и иена мы оттолкнулись, видите, оттолкнулись от границы, возможно, уменьшенную диапазон. То есть вышли мы из него вот отсюда. Если уменьшить, вот, посмотреть, видите, мы вот его весь отработали, месячный вот этот возможный диапазон. Вышли из него, оттолкнулись и пошли дальше вверх. Я говорила, что дальше вот здесь вверху находится 60, ой, 80, 64, 65. Это разворотная линия годовая. Ну, посмотрим, придем мы к ней или отсюда. Вот здесь разворотная линия недельная, здесь ниже разворотная линия месяца. Возможно, мы вернемся еще раз тестировать границу, возможно, уменьшенного диапазона. И здесь же 78 разворотная линия месяца. Возможно, мы вернемся протестировать ее еще раз, прежде чем пойдем тестировать вот 80, 64. Если же пробьемся выше разворотной линии недели и закрепимся, значит, пойдем туда. Не пробьемся, значит, возможно, вернемся сюда еще раз, 78. Вот такие ожидания по основным валютным парам. Благодарю вас еще раз. Вас с праздником. С вами была Анастасия Час. И пока-пока. До следующего обзора.